Приветствую вас. Вы знаете, читая ваш текст, у меня сложилось ощущение такой истерики, как будто у вас, то есть как будто вы находитесь в сильнейшей такой истерике на данный момент, да, что вас... Чуть ли нет. Убивает эта вся история, связанная с мужчиной, вот, и вы находитесь в таком определенном тупике сейчас. Я не уверен насчет того, насколько вы можете сейчас отдавать себе отсчет в том, что я вам говорю. Я не уверен в том, насколько вы готовы прислушиваться к тому, что я сейчас буду говорить. И я не уверен в том, что вы понимаете, для чего вы пишете сейчас сюда, на наш форум, а именно психологам. Вот. То есть, ну, конкретно, для чего вы это делаете. Первое, что нужно понять, это то, что вы, вы очень зависимы от мужчины. В принципе. Ваши слова о том, что он увез всю энергию вашу, вот именно ваши слова об этом уже говорят о том, что вы созависимы. Созависимость, ну, или любовная зависимость, она возникает не за один день. Она возникает как процесс, как такая стратегия, стратегия удовлетворения своих желаний таким вот способом. Да, ну, такой способ удовлетворения желаний. А у вас, например, именно через, ну, через мужчину, да, то есть через взаимодействие с ним такого типа. Вот. Так вы реализуете свои желания, свои потребности. Какие именно потребности? Это вопрос отдельный. То есть я не уверен, опять же, что вы сейчас готовы на эту тему, ну, именно вот на эту тему разговаривать, да. То есть я не уверен, что вы сейчас готовы об этом говорить именно вот с психологом. Я не уверен в этом. Ну, просто подумайте. Просто подумайте. Мужчина вас оскорблял. Достаточно сильно, достаточно жестко, достаточно серьезно, да, он вас оскорблял. И вы по какой-то причине позволяете ему это делать. Вы позволяете ему так с вами обращаться, так с собой обращаться. И у этого, вот именно у данного аспекта есть причина. То есть вы по какой-то причине позволяете ему вести себя так с вами. Понимаете, да? Вы говорите, что он увез всю энергию вашу, ну, с собой. Но это позиция жертвы. То есть на самом деле не он увез, а вы отдали ему всю энергию свою. Почему? Так. Чего вам не хватает в своей жизни настолько сильно, что вы готовы снова и снова идти с ним на контакты, и снова и снова пытаться нам наладить отношения. Это нужно выяснять. Как правило, не хватает в таких случаях людям любви, не хватает в таких случаях людям внимания. Вот, и как правило, это проблемы с родителями. То есть в вашем случае, соответственно, возможно были проблемы с, например, папой. Допустим, папа был от вас, ну, достаточно отдалён, да, вот, ну, скажем так. Ну вот. Если это действительно, если это действительно так, то это не причина. То есть причина личностная недрелость ваша. Отсюда потребности, отсюда желания, отсюда такое вот стремление быть с человеком в отношениях, ну, такое сильное желание быть с человеком в отношениях, вот. И вам нужно взять ответственность за это на себя. То есть вот, как бы, не на него, да, не говорить себе, что это с ним, что это он виноват, что это из-за него такая вся история, вся история возникает. Нет, а именно, именно, это ваша ответственность. И вам нужно эту ответственность взять на себя. То есть сказать, как бы, себе, что, а что же такое, почему так, что же происходит, что же, как же так вышло-то, что, ну, что я стал такой зависимым от него. Почему я так зависимым? Чего мне не хватает? Понимаете? Ага. Ага. То есть обратить внимание, в первую очередь, нужно на себя. То, что, вот, вы позволяете ему так вести себя, славно, это, к сожалению, и заниженная самооценка, и страх одиночества, и так далее. С вашей стороны. Но проблема таких переживаний, вас не в мужчине, да, а вас и, соответственно, вам нужно в себе разобраться. Ну, значит, какая история. Вот как вы, например, себя воспри... Как вы, например, себя воспринимаете, да, насколько, ну, насколько вы к себе относитесь? А, хорошо. А, что, после того, как мужчина вам, вот, всё выговорил, да, то есть, неоднократно вас оскорблял, унижал и так далее, вы готовы всё равно с ним идти на контакт. Знаете, ну, это же не случайно, такая история же не случайно, правильно? И вам, именно вам нужно ответить себе на этот вопрос, что мне не хватает. Дальше. Дальше. Сам по себе мужчина также представляется, ну, не очень уверенным в себе человеком. Человеком, который в глубине души боится измены, человеком, который не уверен и который сомневается в себе, который ревнует. Вот. И такого мужчину вы хотите видеть рядом с собой. То есть, опять же, задайте себе вопрос, такой ли мужчина вам нужен? Такой ли мужчина может сделать вас счастливой? Снимаете? Вот. То есть, вот на эти, на эти все моменты, на эти все аспекты, я хотел бы, чтобы вы обратили внимание. Вот. А, значит, следующее, следующее, что хотел сказать вам. Значит, следующее, это реализация. То есть, ваша собственная реализация. Насколько вы в своей жизни реализованы? Насколько вы чувствуете себя значимой, состоявшейся в жизни? Опять же, да? Вот. Вот. Боитесь ли вы одиночества? Вот. Хорошего ли вы мнения о себе? Какое значение вы придаёте, допустим, отношениям? Ну, просто, вот какое, просто, какое значение вы придаёте отношениям? Что они для вас? Ну, что они представляют из себя для вас? Вот. Насколько они важны вам? Понимаете? Да? Чем они важны вам? Что они вам дают? Эти отношения. Вот это всё очень важные аспекты, если мы хотим разобраться с тем, что с вами происходит. И, понимаете, важны ваши цели. Так вот вы говорите, что мне важно высказать ему мои слова. Зачем? Вы же, наверное, понимаете сами, не хуже, что хотел бы мужчина вас услышать, да? Хотел бы мужчина понять вас. Он бы понял. Он бы понял, он бы сделал бы выводы уже давно. Потому что объяснили-то вы ему всё хорошо, да, хорошо объяснили. Вот. Объяснили, что сказали, он не хочет слышать вас. Ему выгоднее, ему комфортнее думать, что вы, там, изменяете ему, там, что у вас много мужчин и так далее. Понимаете? Так ему комфортнее. Так ему комфортнее. Это выгодно ему. Не вам, но ему. Не вам, но ему. И пока он сам не захочет изменить к себе отношения, пока он не захочет, или пока он не будет готов признать наличие именно у себя. Да. Проблем. Да. Вот. Ну, вы ничего не делаете. То есть, никакие слова его не преубедят. К сожалению. Вот. Никакие слова. То есть, это вам кажется, да, это вам кажется, что вот стоит, стоит слова какие-то, значит, подобрать, да, и всё. И сразу всё решится. Нет. Я допускаю то, что это нужно вам. Но от этого мало что меняется. От того, что это нужно вам. Какая история. Вот. Ну, а то, что вы говорите, как бы, что медитируете гадалкам, дразите много денег, не питаетесь, никак не можете отпустить его от головы и сердца. Это зависимость. Либо любовная, либо сексуальная. Ну, скорее всего, скорее всего, любовная. Скорее всего, любовная зависимость. И ваш вопрос, как быть дальше, он напрямую связан с тем, как быть, чтобы что? Вот, чего вы хотите? Понятно. Понятно, что вы хотите, ну, чтобы он был с вами. Понятно, что вы хотите быть с ним. Это понятно. То есть, вот, само по себе это более чем понятно. Вот. Но вы можете с ним быть с ним? Нет, не можете. А значит, нужно делать что-то для себя в таком случае. То есть, если вы его любите, если вы его любите, то вы хотите, чтобы он был счастлив. С вами он, к сожалению, не счастлив. Значит, его нужно отпустить вам. Ну, потому что с вами он не счастлив. Просто. А цель, то есть, как быть, не может быть связана с конкретным человеком. Потому что люди не могут быть самоцелью. в принципе. То есть, цель, из которой вам нужно исходить, должна касаться только вас. Т.е. если вы хотите что-то делать, прекрасно. Если вы хотите, ну, чего-то достичь, там, в жизни и так далее, здорово. Если вам что-то нужно, отлично. Отлично. Но делать. Делать. Это все. Нужно вам. Самой. Не ожидая. Не ожидая. Не ожидая. И не надеяясь на то, что, там, этот человек будет со с вами. Потому что быть ему с вами или не быть ему с вами. Решит только он сам. Вот. Понимаете? То есть, ваш запрос выглядит пока, ваш вопрос выглядит пока очень, ну, невыраженно выглядит ваш запрос. Я понимаю почему. Потому что вы потеряны. Вы потеряны и вы не знаете вообще, что вам делать, как вам, куда двигаться и так далее, и так далее, и так далее. Я понимаю. Но это все. Это все. Можно скорректировать. На самом деле. Если. Если. Конечно. Если у вас. Желаю. Такое. Вот. Понимаете? Оно. 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 нужно признать проблему, которая есть. И все. И после того, как вы это сделаете, после того, как вы представляете проблему, вот, я думаю, что уже можно будет что-то с этим делать. Вы смотрите, у вас конфликт, да, конфликт с мужчиной, на ровном месте начался. То есть это просто, вот, его, так сказать, интерпретация. И он не удовлетворился. Он не удовлетворился от тем, что вы ему объяснили. Нет. Он продолжал давить на на вал. И он, скорее всего, будет продолжать это делать. И все. То есть, если вы хотите, чтобы изменился он, да, то вам также нужно поменять. Своё. Отношение. К себе. Самой. Понимаете? Ну вот. А иначе, иначе просто ничего не будет. То есть даже если вы сейчас будете вместе, мужчина-то он теперь знает, что вас можно... оскорблять. Оскорблять. Унижать. Обвинять. И он будет это делать. Потому что, ну, как по-другому. Слишком это... Соблазнительно. для человек. Слишком это... Слишком это... Знаете, слишком это... действенное средство управление. Слишком действенное средство власти над вами. Понимаете? вот. Неприятно? Да. Неприятно. Но вы отчасти сами сыграли в этом роли. Поэтому подумайте, как... как будут развиваться отношения дальше. С мужчиной. Даже если вы будете вместе. Вот. И хотите ли вы таких отношений? Устроят ли они вас? Устроят ли они вас? Такие отношения? Мне вот... Мне вот... Мне вот почему-то кажется, что нет. Это будет еще хуже. Потому что мужчина, если он свои проблемы не разберет, он будет на вас постоянно срываться и постоянно будет припоминать вам что-то типа, а помнишь? А где твои там... Любовники? Да? Которых... Нет. Которых никогда не было. И быть не могло. Да? Но для него-то они есть. Как бы... И эта проблема никуда не уйдет. Эээ... Предполагаю, что... Вы... Вот именно вы... Хотите оправдаться. Ну, я не знаю. Кому-то что-то доказать. Вот. Кому. Кому что доказать вы хотите? Если вы действительно хотите кому-то что-то доказать, то вряд ли вы пытаетесь доказать мужчине что-то. Скорее всего тут какая-то другая история. Скорее всего тут история... Эээ... Доказывания не мужчинам. Ну, то есть не мужчине. Вот этому конкретному. А скорее всего всего здесь история... Эээ... Доказывания... Кому-то другому. Вот. Ну, например... Например. Вашему отцу. Допустим. Вот. Вот. Который... Вас... Грубо говоря... Отталкивал. Ну, грубо говоря, да. Я сейчас... Говорю... Исключительно вот... Так. Приблизительно. Вот. Значит... Это важно понять. Вот. Ну и... Последнее, что я хотел бы... Вам... Сказать это то, что вы... Приводите диалог... Ээээ... С мужчиной. Да. Вот. Вот. И... Они, конечно... Не совсем понятно зачем. То есть... Эээ... Что мы должны... По-вашему... Эээ... Из этого диалога... Ээээ... Для... Ну... Для... Для себя выне... Вынести. Ээээ... Вот. Так. Скажем. Вот. Конкретно. То есть... Эээ... Как бы... Вот. Информация никакую не несёт. Для нас. Кроме разве что... Столько... Того, что... Эээ... Человек вас не слышит. Вот. И... Возможно... Что же находится в... В... Зависимости... Ээээ... Так же, как... Как и вы. Вот. Опять же. Возможно. Потому что... Ну, на это ук... На это указывает, например, то, что он... Ээээ... Никак не может вас отпустить. То есть, он вроде бы и говорит, что... Всё. Как бы... Я не хочу больше... С тобой общаться, там, и... Иди, там, к своим... Ээээ... Нашим мужикам, там, и так далее. Вот. Вот. Но при этом, всё равно, по-прежнему, отпускать вас. Он... Не хочет, не может, боится, и так далее. Вот. То есть, это подтверждение... Того... Что у человека тоже созависимость... Ну, созависимость от вас. Вот. А вместе вы... Просто два неждятных... Ээээ... Человека, которые боятся... Боятся близости. Вот. И если вы хотите... Прервать... Вот этот... Этот порочный... Эээ... Круг. То я очень рекомендую вам начать именно с себя. Да. То есть, не с... Эээ... Возвращение отношений. Не с... Воссоединение с ним. С мужчиной. А именно с... Обращение на себя. Внутрен... Внутреннего взора. Да. Ну, вот. Эээ... И на... И на... На коррекцию своего отношения к себя. Эээ... Вот так. Эээ... Я думаю, вам можно... Ответить на ваш вопрос. Эээ... На этом всё. Эээ... Если вам понравился мой ответ... Буду благодарен, если сделаете его лучше. Эээ... Если у вас остались дополнительные вопросы... Эээ... Вы можете... Эээ... 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 Всего вам самого доброго. И удачи. Эээ... 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 Эээ...